Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, приливы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 15 июня, суббота. И сегодня по уставу Русской Православной Церкви во всех храмах совершаются заупокойные богослужения, так как эта суббота является субботой в канун праздника Пятидесятницы. Это вторая из двух вселенских родительских суббот. И сегодня за богослужением нам предлагается к нашему рассмотрению отрывок из книги «Деяния святых апостолов», помимо чтения, положенного на заупокойной службе. И вот, как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Это 28 глава, стихи с 1 по 31. «Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. И на племенники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех наск. Даже Павел набрал множество хвороста и клал на огонь. Тогда Ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. И на племенники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, верно, этот человек убийца, когда его спасшегося от моря суд Божий не оставляет жить. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и три дня дружелюбно угощала. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове имевшие болезни приходили и были исцеляемы. И оказывали нам много почести и при отъезде снабдили нужным. Через три месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскуры, зимовавшем на том острове. И, приплыв в Сиракузы, пробыли там три дня. Оттуда, отплыв, прибыли в Ригию. И, как через день подул южный ветер, прибыли на второй день в Путиол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них семь дней, а потом пошли в Рим. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Апиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников и начальнику, а Павлу позволено жить с собою, жить особо с воином, стерегущим его. «Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им, мужи-братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря, впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. «По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо на надежду Израилеву обложен я этими узами. Они же сказали ему, мы ни писем не получали от тебя из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не возвестил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учения о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждали словами его, а другие не верили. Будучи же несогласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. «Хорошо, Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию, «Пойди к народу всему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат. «Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему. Проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами завершаем чтение книги «Деяния святых апостолов». Это финальная, 28-я глава. В этой главе говорится о том, как апостол Павел, претерпев кораблекрушение, жил на острове Мелитис сначала, и потом, отправившись с этого острова на корабле, он добрался таки до Рима. Как давно апостол Павел мечтал попасть в этот Рим? Мы знаем, что у апостола Павла есть послание к римлянам, которое содержит в себе очень глубокое богословие и очень важное сатериологическое, то есть учение о спасении. Так или иначе, мы видим, что вначале, когда он был на этом острове, он собирал хворост. Мы видим опять этот неутомимый характер апостола Павла. Даже в таких условиях он не сидит, сложа руки на месте, он всегда двигается, он всегда что-то делает. Он сейчас собирает хворост. И вот когда он собирал хворост, некая змея обвилась вокруг его руки. Она была отогрета, ведь это был зимний период, скорее всего, это был ноябрь или декабрь. Она отогрета у костра, проснулась и обвилась вокруг руки апостола Павла. В тексте нам не сказано, что укусила она его или нет. И более того, на острове Мелите сегодня, на данный день, не обитает ядовитых змей. Но и тогда, во времена апостола Павла, судя по тем остаткам живых существ, которые находят сегодня археологи и иные ученые, и тогда не существовало ядовитых змей, тогда существовала гадюка, но она была не опасна для человека, такой вид гадюки. Так или иначе, мы видим, что апостол Павел, даже если это была не ядовитая змея, он, вероятно, об этом и не подозревал. Но он ее невозмутимо стряхнул в огонь и не придал этому никакого значения. Люди же, окружавшие его, показалось это невероятным, и они стали почитать его за Бога. Так или иначе, мы видим дальше, что апостол Павел помогает, скорее всего, губернатору этого острова римскому, у которого болен отец. Он его исцеляет, и в дальнейшем к нему приходят люди и получают от него помощь. И здесь, в синодальном переводе это непонятно, но в греческом оригинале мы читаем и видим то, что в тексте сказано, что они получали не только исцеление, не только сверхъестественное, но и медицинскую помощь от апостола Павла. Так или иначе, мы видим, что апостол умеет расположить к себе людей, он действительно всегда активен и всегда направляет свою деятельность на добро и на проповедь Евангелия Царствия Божия. В итоге мы видим, что он отправляется в Рим, они доходят, и его заключают там под стражу. И сказано, что он сидел под этой стражей два года. Его прицепили по римскому законодательству, были разные степени заключения под стражу, и апостол Павел находился в такой, что у него была возможность общаться с другими людьми, у него была возможность передвижения, но он был прикреплен к солдату, прикован. И в течение двух лет он находился в Риме. Почему в течение двух лет? Потому что по римскому законодательству, если его в чем-то обвиняют, то должны быть присланы и должна быть сторона обвинения, она должна присутствовать на суде, очно. И ожидание этой второй стороны длится ровно два года. Если через два года сторона обвинения ничего не предъявляет, значит, человека отпускают. И из этого ученые, исследователи Священного Писания и отечественные исследователи говорят о том, что, скорее всего, апостол Павел здесь еще не закончил свою жизнь и в дальнейшем еще жил, и уже после этого претерпел мученическую кончину в Риме. Был усечен мечом, как говорит нам, предание, ну и логично, потому что апостол Павел был римским гражданином, и его могли убить только таким образом. Мы видим, что заканчивается книга Деяний, она заканчивается тем, что проповедуется Царство Божие. Это не биография апостола Павла или кого-то из апостолов. Можно сказать, это биография церкви. И история церкви, которая не заканчивается, которая продолжается, и в принципе слова, которым заканчивается 31 стих, и проповедует Царствие Божие, уча о Господе Иисусе Христе со всяким дезиновением невозбранно. Это слова уже скорее не об апостоле Павле, а о времени, о каждом времени, в котором живет читатель Священного Писания, в котором живет человек, который верит в Иисуса Христа. Мы и сегодня проповедуем Иисуса Христа своими делами, своей деятельностью, своей молитвой, своей верой. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приливы и решенье без. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова